Мы привыкли, что икона это лик, изображение святого, но на самом деле мир икон многообразен. Они бывают разные, например, многосюжетные, когда на одной иконе много сюжетов из Евангелия, а бывает и многочастные, это когда одна икона состоит из четырех частей. Но обо всем этом мы сейчас и расскажем подробнее. Старообрядческий храм в Бендерах. Здесь собрали иконы конца 18 века и начала 20-го. Среди множества ликов есть особенный. Отличаются ни манерой письма, ни возрастом. Для изографии сто лет не так уж и много. С изображением Николы Чудотворца, так старообрядцы называют святого Николая, связана история времен Великой Отечественной. 1944 год. Яско-Кишиневская операция. Красная армия входит в Бендеры. Фашисты отступают. По пути грабят старообрядческий храм. Среди прочего захватили с собой и эту икону. С награбленным дошли до Каушан и заблудились. Долгое время, по сути дела, по Каушанам, они вот кругами, очевидно, ездили и не могли найти выезды из небольшого селения. И вот когда им уже встретился старообрядческий священник, который посоветовал им, верните икону в храм, откуда вы ее взяли, и вы сможете выехать беспрепятственно. И когда они ее вернули обратно в этот храм, смогли уехать отсюда без проблем. На образе Николы Чудотворца черная подпалена. Это не след от пули, это ожог от свечи. Оставили прихожане. Случайно. И такие следы есть на многих изображениях святых. Было такое вот, как бы, немножко ложное представление о том, что вот свеча должна максимально близко стоять к иконе. И, к сожалению, бывает так, что люди отвернулись, не заметили, свеча упала. И вот очень часто такие подпалены как раз-таки в центре, там, где лики, то есть наиболее такие значимые места. Ну, бывает и вот на полях. Для защиты иконы консервируют, закрывают специальные короба. Консервация предусматривает еще вот такое оформление их в киоты. То есть, когда в киоте создается определенный микроклимат, икона лучше защищена от перепада температуры, от влажности и так далее, от различных древоточцев, от каких-то повреждений, допустим, от копоти, свечей. Но перед этим икону нужно отреставрировать, очистить краску, где необходимо тонировать и восстановить лакокрасочное покрытие. Тут главное не перестараться, как в этом случае. Чисто технически это уже новая икона. Мастер положил краску поверх старой. В итоге молиться можно, а вот исторической ценности уже нет. Иконы нуждаются в реставрации. Вот это, например, снизу осыпалось. И мы видим, что под слоем краски есть холст, а не доска. Восстанавливать нужно точно по той же самой схеме. Важнейших условий любой реставрации, неважно, книга это или икона, это ее обратимость. То есть любая реставрация должна быть обратима. Проходит время, 10-50 лет, появляются новые технологии. И чтобы можно было икону, допустим, предыдущую реставрацию убрать и сделать по-другому. Восстановить старобрядческие иконы поможет президентский грант. Реставрируют специалисты Бендерского художественного колледжа и мастера из России. Работать есть чем. Вот это страшный суд. Сюжет из апокалипсиса. Несколько сотен мелких деталей. 18 век. Здесь у нас образ ада, вот такой вот глаз как раз, да, тут сатана держит Иуду. И различные мучения за различные грехи, страсти, допустим, там, сребролюбие, злопомнение, татьба и так далее. Все надписи сделаны на полуставом, то есть на церковно-славянском языке. Эти иконы многочастные, то есть состоят из нескольких образов. Изначально их писали не для храма. На это указывают дополнительные изображения на полях. А на полях такие вот изображения маленькие. Очевидно, что это святые владельцев иконы. То есть тут Василий Великий, Анна Пророчица, Исаакий и мученица Агриппина. Это как раз-таки очень традиционно для старобрядческих икон. То есть в храме мы можем видеть множество таких примеров. Как раз одно из свидетельств того, что икона писалась не для храма, а именно как домашняя икона. А еще в храме есть иконы двусторонние. Они не для молитвы. Раньше с ними ходили на войну. Это знамя. Хоругви несли перед боем, во время боя. Сейчас мы с хоругвами совершаем крестные ходы. То есть это проповедь, когда икона видно и впереди идущим людям, и сзади идущим. Практически все иконы нуждаются в реставрации. Обновят и того самого Николу Чудотворца. И кто знает, может ли к святому суметь еще раз удивить всех.